Всем привет! Сегодня решили выбраться на разведку. Вчера на форумах узнавал про толщину льда. В общем, толкового ответа никто не дал. Сейчас идем на разведку. Приехали в маяке, температура минус 12. Толщину льда мы не знаем. Выходить на лед, в принципе, мы не особо боимся. Но, в общем, идем на разведку. Это гитара у нас. Лед где-то 2 сантиметра пробивается, в принципе, камнем. Вон мужичок стоит там, на удочку ловит. В общем, пытаемся идти дальше, пытаемся найти нормальный лед. Выход на этот лед очень опасен, поэтому мы не рискнули. Идем дальше. На оперном пролетели, лед тонкий. Сейчас идем на насос, смотреть, что там. Но идем через плавание, выловло, метил обход. В общем, красота, солнце, морозик, канальчики вон. В общем, красота. Пришли на водонасоску. Тут картина, в принципе, печали, но лед есть. Вот, просверлил 2 луночки. Лед, сейчас вам покажу, вот такой толщины. Сминетров 5, 6, 7. Все зависит от рыбочки есть, но рыбочки уходят домой, ничего не ловится. Канал во льду трещит. В общем, такая ситуация пока что. Прикормил одну лунку. На мотыля, опарыш, на тесто. Пока тишина. Как тебе зима? Отлично. Отлично, да? Зайцы. Я не знаю, я тут первый раз ложу. Может, низом все-таки пойдем? Ладно, идем вверх. Как в Сибири, да, где-то? В Заполярье. Какое сегодня число? Паш, 26-ое, да? 24-ое сегодня. Отлично. Почти, почти, почти. Зимняя рыбалка, это круто, конечно. И это все в часе от города. Зайчики бегали. Следов куча. Склоны такие. Солнышко встает. Красота. Паша почти поднялся, а мне туго что-то идет. Солнце встает. О, спасибо. Смотри, какая красота. А что это затопленная вон? Какая-то бочка, танк, не знаю, что-то. Затопленная, видишь? Да. Купил новые кованые ножи. Называется Кованые. На 130-ый бур мой. Были ступенчатые, теперь такие вот простые. Мужичок дал нам пешню. Говорит, зачем вы будете собирать свой бур? Возьмите мою пешню. Я с радостью воспользовался этим предложением. Тут ли вот тоньше? Такая вот рыбьешка. Такая вот рыбьешка. в кадре. Такие три опарышенки. На мормышечке. Обычной свинцовой, но в коронке. Нет особых финансов, чтобы покупать мормышки. Которые стоят бешеных денег. Как-то читали с другом, что хорошие дорогие мормышки. Это тоже поприятнее будет. Нравится, но я ловлю на свинцовые обычные. Украшаю их всякими кембриками. Иногда сам паяю солово. Смотрите, какой клёв. Поставили две жерлицы. На маленьких окушат. Пока ничего. На крючке маленькие окунята. Не знаю. Первый раз на этом водоеме просто шли гуляли. Вот такой вот. Повторим. Опустраем. Повторим. Какая. Малыш. Стайка окуня. На спине, да на ультралайт. Летом бы их. Осенью, весной. По открытой воде. Вообще красота. Катают, отпускают. Баша, что ты можешь сказать? Ты кабаняку поймал, да? Еле вытащил. Ну да, я его на свет покажу. Кабанячка такая. Необычно показываю рыбу, поэтому. На опарыш и на мормышку. Ну такое удовольствие. Но я тебе даже помогу. Пойду и я продолжать. Опускаем, опускаем, опускаем. В принципе, как и со спиннингом. Что-то похоже. Опускаем до дна и ждем. О! И вот такое вот окуняка. Приятно. Пойду. Пойду. Окуняк опять клюнул Опускаем Ой застрял немножко Ну вот такой вот солнышный окушарик Здоровенький Завершилась наша с Пашей рыбалочка Сейчас будем уже собираться домой Сейчас покажем вам что мы поймали Такие окуняки Коты будут довольны Пока спасибо за просмотр Подписывайтесь на наш канал Ставим лайки